В Каспийской школе номер 6 имени Амарова в рамках Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений прошла встреча учеников с представителями духовенства, а также специалистами АТК и ОПДН. Целью беседы является объяснение ребятам о толерантности не только к представителям разных народов, но и к друг другу. Сегодняшний социум, в котором мы находимся, он настолько разнообразный, начиная с колхозных полей и заканчивая той виртуальной жизнью, которой мы сегодня, к сожалению, к чему находимся. Потому что некоторые люди, находясь в виртуальных играх, оттуда выйти не могут, понимаете? Они потом воплощают эту чуть ли не в реальную жизнь и, вы сами знаете, к большому сожалению, и суициды, и какие-то непонятные отношения. Объяснили ребятам важность мира, порядка, а также уважение представителей различных конфессий, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери города Каспицка и романах Иоанн, специалист по работе с семьей Катиссон Аминат Хехова, ведущий специалист аппарата АТК муниципалитета Рагимат Шахкеримова, инспектор ПДН, майор полиции Патимат Усманилова, а также герой России Загид Загидов. Он рассказал о негативном влиянии смартфона и соцсетей на подростков и обратил внимание на взаимоотношения с родителями. Просто иногда, когда сопоставляешь все, что происходит у нас в России и начинаешь сопоставление делать то, что у нас есть в Дагестане, вы понимаете, мы немножко накатимся с обрыва вниз, с горы вниз вернее. Почему? Потому что вот возьмите, последняя неделя два суицида, две девушки покончили жизнь самоубийством 14-15 лет. Две девушки. Это ЧП. Это ЧП не только, наверное, масштаба этого района, где это произошло. Это ЧП масштаба нашей республики. Напомню, что Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений отмечается ежегодно в первую неделю февраля и призывает людей всех вероисповеданий к гармоничным взаимоотношениям между всеми религиями и конфессиями. Спасибо.